В Буе ежегодно проводится открытый городской конкурс молодых литераторов и художников-иллюстраторов «Дебют». На днях были подведены итоги конкурса, проведенного в 2018 году. В номинации «Поэзия. Свободная тема» в призерах учащаяся школа номер один имени Ивана Нечаева поселка Чистая Бары. Третье место поделили Елизавета Ларионова, Юлия Налетова, Екатерина Андрусенко. Второе место поделили Артем Покутин и Ирина Репша. В специальный диплом за пропаганду нравственных ценностей присужден Анастасии Гашко. Всего в этой номинации принял участие 21 конкурсант. В номинации «Проза на свободную тему» третье место у Валерии Даниловой и Екатерины Кудринской из Чистых Боров и у Ильи Жернового из Буйского техникума градостроительства и предпринимательства. Второе место Екатерина Зворыгина и первое место Полина Молоткина, обе из школы номер один имени Ивана Нечаева поселка Чистая Бары. В специальный диплом за пропаганду нравственных ценностей присужден Евгений Макашовой, Буйский техникум градостроительства и предпринимательства. В номинации «Прозаические и поэтические произведения», написанные на основе рисунков Натальи Фитченковой, три третьих места у учащихся школы номер один имени Ивана Нечаева. Призерами стали Ирина Репша, Виктория Филипова и Николай Торопов. В номинации «Поэтические произведения, посвященные городу Бую», написанное на основе рисунков учащихся детской художественной школы имени Николая Петровича Якушева, второе место у чистоборской школьницы Валерии Даниловой. В номинации «Иллюстрации к стихотворениям Галины Тулаковой» в призерах школьники из чистых боров. Третье место Полина Алексеева, второе место Анастасия Советова и первое место Юлия Макарова. Все остальные участники были отмечены благодарственными письмами. Кроме этого, благодарственные письма организаторов конкурса были вручены Илье Хореву из чистых боров за фотоиллюстрации к поэтическим и прозаическим произведениям, представленным на этот конкурс, участникам, авторам эссе на тему «О любви. Разговор поведем». Благодарственными письмами отмечены педагоги, под руководством которых юные дарования создавали свои работы. Это Ирина Молодкина, Ирина Плиткина, Светлана Голубева, Наталья Тропинина, Людмила Соколова. Члены жюри конкурса, представители литературного объединения «Буйские голоса» Вячеслав Дробышев, председатель жюри, Ирина Скородумова, Наталья Виноградова. В судейскую коллегию от организаторов конкурса также вошла начальник отдела культуры молодежи и спорта администрации города Буя Светлана Муравьева. Устроители конкурса выражают благодарность преподавателю Буйского областного колледжа искусств Наталье Феченковой и детской художественной школе имени Николая Петровича Якушева за предоставленные для конкурса работы. «Поскольку я пишу стихи, я хотела поговорить о стихах. Но здесь прозвучала такая прекрасная опроза, и я просто жалею, что я не спец в этом деле. Поэтому я не буду судить. Мне очень понравились ваши рассказы, но я все равно хочу поговорить о стихах. Мне хочется отметить, что дебют этот прошел на довольно высоком уровне. Чувствуется, что ребята старались, ребята писали с душой. И что меня порадовало, что в номинации поэзии затронуты были такие жанры стихотворные, которые раньше не освещались. Это басни и берлибр или белый стих. Наверное, тут есть большая доля труда преподавателей. Но хотелось бы обратиться к преподавателям, чтобы они активнее участвовали в творчестве юных авторов. Это не значит, что преподаватель должен написать стихотворение, а ребенок представить его как свое. Но вы с высоты своего учительского опыта, вы всегда можете подсказать, Вот здесь нет рифмы, здесь бит-ритм. И гораздо лучшие произведения будут выступать на конкурс. Вообще-то я хочу сказать, что стихи писать непросто. Надо много читать. Надо читать классика. Надо читать знаменитых поэтов. Я одни не хочу призвать вас учиться у гения в стихах. Это все равно, что заставить школьника учиться по трудам академика. Но вы должны что-то брать свое, как говорится, мотать на ус и смотреть, как нужно писать. Более того, хочу сказать, что научиться писать стихи невозможно. Это или дано, или не дано. Это искра Божья. Это да свыше. И если вы чувствуете в себе этот да, и хотите писать стихи, то надо работать на стихосложениях. Я уже неоднократно, возможно, тут услышал, что я рассказывала историю из своей жизни. Я повторюсь. Когда я первый раз молодой девчонкой принесла свои стихи в Гусьскую правду, их прочитала наша замечательная поэтесса Галина Ивановна Тулакова. Она позвонила мне по телефону, похвалила мои стихи, но сказала фразу, которая осталась у меня в памяти на всю жизнь, и которая стала девизом в моей жизни. Она произнесла, над стихом надо работать. Над стихом надо работать. Над стихом надо работать. Вот именно так три раза произнесла. Поэтому я призываю всех, кто пишет стихи, работать над стихом. В таких конкурсах первый раз принимаю участие, но вот уже такие успехи. Как давно ты пишешь стихи? Пишу стихи, не знаю, как в школу пошел. А в чем-то еще? Я занимаюсь вокалом, пою песни, так, спорт. Расскажи, пожалуйста, как вообще появилось вот это желание писать, создавать? Просто я однажды пришел вечером домой и решил, что... А почему бы нет? Как думаешь, в будущем это у вас что-то выглядит? Думаю, что иногда, если нахлынет какая-то волна, то, конечно, напишу что-нибудь интересное для себя. После того, как написал, что вот ощущаешь после этого? Ну, удовлетворение, какая-то выполненная работа, это все равно какое-то решение, какой-то ответ для себя. Скажи, пожалуйста, как долго ты писал ту работу, которую ты сегодня защитил? Я написал ее за день, буквально вот за пару часов, возможно. Стоит ли вообще участвовать в таких конкурсах и для чего нужно писать, если по его желанию? Да, конечно, стоит в таких конкурсах участвовать. Это саморазвитие, это какой-то все равно опыт. Посмотреть вот на других, как сейчас, понять, чего ты хочешь в жизни. Участвовать еще раз буду, конечно. Я с детства участвовала в таких конкурсах. Ну, отчасти с подвижником была моя мама, которая работает учителем русского языка и литературы в школе. Вот. Ну, просто как-то начала участвовать в конкурсах с честцов и вообще пробовала что-то писать. И вот вроде более-менее получается результат. А что ты получаешь? Потому что когда-то работа уже написана или в процессе... Вообще, в принципе, удовлетворение. Потому что ты все равно работаешь над этим, вкладываешься и эмоции, и свои мысли в это вкладываешь. Особенно, когда занимают места, очень приятно. А в итоге, вот, когда работа заканчивается, грустно ли тебе? Может быть, хочется ее продолжить? Может, хочется ее немножко уточнить в чем-то? Не думаю. Есть другие конкурсы, в которых можно дополнить и рассказать. Скажи, пожалуйста, та работа, которую ты написала на этот конкурс, как долго ты ее писала? Ну, вообще, она этапами писалась. То есть, сначала нашла информацию о конкретных людях и подумала, как это можно представить. Интересно, чтобы, ну, не просто рассказом было, а потом уже писала. То есть, ну, так, достаточно времени. Кто-то помогал тебе? Мама. Ну, и, конечно же, хотелось бы узнать, вот ты как считаешь, зачем нужно проводить такие конкурсы, вот такого плана? Вообще, для развития молодежи, в принципе, для саморазвития и для расширения кругозора. Что ты желаешь своим коллегам, если можно назвать подсветкой? Вдохновение. Конкурс был запущен в конце 2018 года. Январь-февраль жюри работало, подводило итоги. И сегодня вот состоялось награждение победителей и призеров. Не в первый раз проходит конкурс? Конкурс проходит уже очень давно, он ежегодный. Мы очень рады, что вот этот конкурс продолжается, находят какие-то новые направления, формы. Последние несколько лет мы видим многих из участников, которые участвуют уже по нескольку раз, и видим их взросление. Хочу сказать, что здесь, наверное, нужно поблагодарить в первую очередь их преподавателей, которые, я бы сказала так, следят за нашим конкурсом и стараются направить ребят, отмечают какие-то их работы, которые могут. Быть представлены на конкурс и проводят такую активную работу. Конечно, хотела бы поблагодарить литературное объединение «Буйские голоса», с которым мы уже много лет сотрудничаем по проведению этого конкурса. Хотела бы поблагодарить художника Наталью Федоровну Федченкову, которая также уже не первый год сотрудничает с нами, предоставляет свои работы для написания произведений участников конкурса. Ну, вернее, дает им такую, скажем так, задачу. В этом году с нами сотрудничала художественная школа, также которая предоставила ряд работ своих учащихся. И участникам конкурса также было предложено написать литературные произведения именно по рисункам юных художников. Ну, и вот сегодня мы именно в выставочном зале художественной школы провели наше мероприятие. Я хотела бы поблагодарить всех участников конкурса и в номинации, которая касалась литературы, и в номинации, которая касалась иллюстрирования литературных произведений, поздравить всех победителей и призеров, и их наставников. И хотела бы сказать, что вот уже начался 2019 год, и, собственно говоря, новый конкурс уже совершенно не за горами. Мне бы хотелось всю молодежь, которая неравнодушна, скажем так, литературе, тех, кто пытается что-то писать, чтобы они следили за новостями. Мы обычно широко достаточно анонсируем этот конкурс и в соцсетях, и на сайтах учреждений, и просто информацию распространяем по учреждениям, как образовательным, так и каким-то другим. То есть следить за информацией, не пропустить этот конкурс и обязательно принять в нем участие.